Почему в Бонне рухнул бизнес-центр? Зачем в китайских уборных сканируют лесу человека? И какое животное в Германии делает массаж клиентам парикмахерской? Смотрите в нашем международном обзоре. Индийский фермер отсудил у железнодорожной компании поезд. Перевозчик Indian Railways купил у мужчины землю для строительства путей, но так за нее и не заплатил. Не нашли 150 тысяч долларов. Индиец подал в суд и в качестве компенсации получил 20-вагонный пассажирский состав. И предупредил, если денег компания не найдет, поезд продадут. В Бонне зрелищно подорвали высотку. Здание, построенное в 60-х годах, было главным бизнес-центром города. Но после того, как столицу перенесли в Берлин, строение пришло в упадок. Взрыв тщательно спланировали, пригласили даже журналистов. Многие жители города пришли посмотреть, как упадет высотка. На месте Бонн-Центр вскоре построят новый бизнес-центр. В французском городе Малион-Лишар грабитель-неудачник застрял в витрине магазина. Ограбить успел, но убежать до приезда жандармов не получилось. Вор молотком пробил дырку в окне и залез в магазин, но выбраться тем же способом не смог. Чтобы вытащить мужчину из витрины, полицейским пришлось вызвать спасателей. В уборных китайского парка Тянь-Тянь установили защиту от воров туалетной бумаги. Ее будет выдавать специальный автомат после сканирования лица человека. Каждый посетитель должен улыбнуться в камеру, чтобы вылезла ровно 60 сантиметров бумаги. Повторно ее можно будет получить только через 10 минут. Некоторые посетители возмущены. Машина выдает бумагу 30 секунд, и это иногда слишком долго. В парикмахерской ХАР-мода Тим в Дрездене появилась весьма необычная услуга. Во время срижки массаж там делает живой питон. Такое новшество появилось после поездки владельца в Южную Африку. В свой бизнес он пристроил 13-летнего королевского питона по кличке Монти. Смея весит почти 2,5 килограмма, ее длина превышает метр. Такая экзотическая процедура стоит 35 евро. Спасибо. Спасибо. Спасибо.